Последние данные об операции российских воздушно-космических сил в Сирии. 510 боевых вылетов совершили наши экипажи за последнюю неделю. Уничтожено около 2000 объектов террористов в нескольких провинциях. Как сообщили сегодня в нашем Минобороне, среди пораженных целей колонны с техникой и боеприпасами, инженерные сооружения, опорные пункты. Ликвидированы и члены крупных бандформирований, а также два влиятельных полевых командира. При этом военном ведомстве подчеркнули, что не намерены менять стратегию военной операции, несмотря на многочисленные советы и рекомендации западных коллег. Ответил представитель Министерства обороны и на обвинение официального представителя Пентагона в якобы нанесенных ударах по гражданским объектам. Наверное, расстрою полковника Орона, он не угадал. Российские самолеты в районе города Алеппо вчера не работали. Ближайшая цель была в более чем 20 километров от города. А над самим городом вчера активно летала только авиация так называемой антиагиевской коалиции. Мы неоднократно говорили о тенденции, что чем успешнее мы уничтожаем террористов, тем больше нас обвиняют в неизбирательности удара. В последнее время из Пентагона мы слышим совет о необходимости менять нашу стратегию в Сирии, чтобы помочь Соединенных Штатах Америки достичь политического перехода власти. Специально для этих советников напомню, что цель нашей операции в Сирии – уничтожение терроризма, прямой и явной угрозой безопасности нашей страны и мира.